Мы говорим о времени подготовки. Время подготовки, оно важно. Две вещи, которые нужно сделать во время подготовки. Мы должны быть уверены в том, что наше тело, оно физически проснулось. Что нужно сделать для того, чтобы проснуться и оставаться бодрым? У меня было множество раз во время моего молитвы, во времени, когда я просто стоял. Вместо того, чтобы стоять на коленях, возлегать или падать. Я просто очень часто стоял. Естественно, что когда у меня было молитв на время в офисе, у меня было очень много возможностей сделать так. И поэтому я вставал, держал мои глаза открытыми, я ходил вокруг, и я молился в голос. Я осознавал, что не у всех есть такие возможности и свобода такая. Но если у вас такая она есть, Один из вариантов оставаться бодрым в тонусе. И мы будем применять то, что будет работать для вас. И мы готовим себя, чтобы быть в бодром состоянии. Но мы также готовим наше сердце и душу, чтобы встретиться, и дух, чтобы встретиться с Богом. И одно из вещей, что мы делаем для этого, мы применяем поклонение в молитвенном времени. Вы можете поклоняться Господу по-разному. Вы можете слушать музыки прославления. Вы можете подпевать этим песням. Или вы можете взять тексты песен прославления. И петь песни самим. Я думаю, что это скорее всего о Гуфи. То, о чем я говорю, что немножко дико. Но вы можете создавать свои собственные песни перед Господом. Я знаю, что мы как мужчины можем подумать, о чем же Он говорит. Но я не смогу вам объяснить, как быстро Бог ответил на это. Потому что эта чистота, она исходит из вашего сердца. И времена, когда я так поступал, делал. Естественно, я бы не делал это на глазах у других людей. Но наедине с Богом. Я просто пел песни сам. Пел их. И выглядело так, что Он внезапно входил в это, посещал это место. Потому что Он знал, что это с моего сердца, и оно искренне. И мы поклоняемся Господу для того, чтобы держать фокус на Нем. Мы хотим поклоняться для того, чтобы пригласить Его присутствие. И Библия говорит, что Он живет среди словословия. Его народа. Очевидно, что Он всегда присутствует. Но есть времена, когда Он провозглашает или торжествует в этом присутствии. И это то, что мы хотим делать в нашем молитвенном времени, чтобы Его присутствие, оно проявлялось. Если вы выбираете некоторые песни про славление, выбирайте те песни, которые касаются вашего сердца. Или выбирайте те, которые непосредственно говорят к Нему. Потому что есть песни, в которых мы можем петь о Нем. Но есть песни, в которых мы обращаемся к Нему. Поэтому выбирайте те песни, которые вы поете, и обращайтесь к Нему. И следующий элемент, который мы готовим, это Писание. Есть сила в Слове Божьем. И Дух Святой будет брать местописания и наполнять ими наше сердце. И мы хотим выбрать, отделить некоторые местописания, чтобы их прочитать в молитвенном времени. И это ваш выбор. Вы выбираете то, что наилучшим образом вам служит, и помещаете эти местописания в молитву. И из-за того, что я полновременный служитель, я определяю свое время сам. И если я хочу сделать свое время молитвенное с Богом два часа, у меня есть свобода это так сделать. Я понимаю, что не все так делают. И вот вещи, которые я обычно делаю. Я обычно прочитываю пять псалмов утром. Множество месяцов имеют 30 дней. Есть 150 псалмов. Пять псалмов в день. Я прочитаю всю книгу псалмов в месяц. Я выбираю псалмы, потому что большинство из них прославляют Господа. Благодаря от Господа. Они провозглашают, насколько благ Господь. Они говорят о том, что Бог уже сделал. Ожидают, показывают ожидание, что Бог сделает. И псалмы, они очень честны и прозрачны. Они показывают, они рассказывают о том, что происходит в сердце и в жизни. В псалмах Давида он действительно поднимает свое сердце. И я вижу себя в нем, то есть я соотношусь с ним. И это такая отличительная фраза, которую я хочу сказать о такой молитвенной практике. И даже если я буду читать эти псалмы по расписанию, очень удивительно, когда Бог проговаривает через эти псалмы в определенное обстоятельство, которое у меня есть в те дни. Это прекрасно. Это сверхъестественно. Нужды и потребности моего сердца в этот день. И когда я читаю псалмы, это выглядит, как Бог внезапно встречается с нуждами моего сердца. И мы начинаем иметь общение с этого момента. Я выбрал читать пять псалмов в утром. И потом я читаю такой отрезок из Писания, который я выбрал в плане чтения. Я выбираю определенную книгу, обычно это из Нового Завета. И я выбираю некоторые разделы для чтения в этот день. Иногда это целая глава. Иногда это небольшой отрывок. Я так же понимаю, что и в вашей Библии такое есть, когда глава разделена по контексту на некоторые подтемы. И иногда, если это небольшой отрывок, десять стихов, то я его перечитываю несколько раз. И помните, что основная цель в моем поклонении, в моем чтении Писаний и молитве, это иметь взаимосвязь или связь с Богом. Я не хочу продвигаться в изучении Библии. Я не пытаюсь подготовиться к проповеди. Я пытаюсь, хочу встретиться с Богом. И вот почему я так делаю. Причина, по которой вам нужно иметь уже запланированное местописание, отрывки, потому что, если у вас их не будет, вы попадаете в свой момент, и вы скажете, я не знаю, что я буду сегодня читать. Вы просто откроете Библию. Вы таким хаотично выберете стих. Слышали вы о парне, который так поступил? Йосиф вышел и повесился. И сделай так, и поступай мудро. И что бы ты ни делал, делай это быстрее. Почему это опасно? Потому что дьявол знает Писание так же. Он хочет использовать и так поставить вас в замешательство. И не позволяйте ему так поступить. Планируйте главы и Писание, которые вы хотите читать в это утро. Хорошо. Теперь, чтобы быть честным с вами, во время поклонения и чтения Писания, я лично хочу двигаться в и вне молитвы. Например, когда я поклоняюсь, я получаю откровение о благости Божьей. Я просто даю ему... Я прославляю его и говорю, насколько он классный. Я благодарю за то, что он сделал. И я могу двигаться в молитве все время. И не всегда так хорошо. И вы можете ощутить, что вы так поступаете. Но когда мы говорим о ежедневном молитвенном времени, мы говорим о компонентах, из которых она состоит. И представим, что вы подготовили себя к молитве, вы прочитали Писание, и теперь вы предоставляете себя Богу. Какие же компоненты наша молитва должна состоять? И первое, с чего молитва должна состоять, это из благодарения. Писание говорит, чтобы мы входили с славословием во врата. Мы просто начинаем с благодарения Господу. За что мы должны Его благодарить? Нам есть множество, за что Его нужно благодарить. Говоря тебе, Иешуа, что ты меня спас. Аминь. Благодарю, Господа, за то, что ты делаешь в моей жизни. За то, что ты омыл меня от моих грехов. За то, что ты просил меня Дух Святой. Благодарю тебя за жену, которую ты мне дал. Благодарю тебя за детей, которые ты мне дал. Есть тысячи и сотни вещей, за которыми нужно благодарить Господа. Благодарить за то, что Он сделал. Может быть, вы были просто благословены. И благодарите Его за это. И мы просто начинаем благодарить Господа. И входите со славословием. И мы входим в врата и славим Его. И в чем же разница между благодарением и прославлением? В благодарении я говорю Ему спасибо за то, что Он сделал. А в славослове, я говорю Ему спасибо за то, кем Он является. И я прославляю Его за то, кем Он является. И для нас очень важно знать качество характера или характеристики Бога. Он святой, Он праведный, Он благ, Он сострадатель, Он полный милостивый, Он прощающий, Он долготерпеливый. И когда мы начинаем познавать характер Божий, мы Его славим за то, кем Он является. Если вы делали такое изучение имен Божьих, то это очень хорошо. Он – Эль-Шаддай, всемогущий Бог. Эль-Эль-Йон, Бог всех Богов. И Ехова-Ира, Ты мой обеспечитель. Яхва-Рафа, мой исцелитель. Яхва-Рахи, мой пастырь. Яхва-Сидкену, моя праведность. И Ехова-Македиш, что же это значит? Мой Македиш, тот, кто делает меня святым. Сантефайер. Это имена Божьи. Мы начинаем Его славить, за то, кем Он является. Почему мы начинаем с благодарения и прославления? И почему это позволяет нам войти в Его врата и в Его дворы? Потому что славословие и хвала позволяют нашей вере расти. Почему? Потому что мы понимаем то, кем Он является. Мы напоминаем себе то, что Он сделал. Потому что то, что Он сделал в прошлом, Он может сделать это, повторить в будущем. И то, что Он сделал раньше, я нуждаюсь, чтобы Он сделал это еще раз в будущем. Потому что тем, кем Он является, Он может ответить на мои нужды. Когда я сделал славословие и хвалу, я понимаю, что я постою перед всемогущим Богом. Он тот верный Бог, который остается верным до этого дня. Он много милостивый, и остается милостивым ко мне, для меня до сего дня. И Он полностью отделен, если я согрешил, то Он принимает меня. Он всесильный, Он имеет всю власть. Он Бог, который не меняется. Он Бог, у которого все под контролем. Если я прославляю и поклоняюсь Ему, я напоминаю Своему Духу, кем Он является. И поэтому, когда я в Него верю, я имею понимание, что я могу принести Ему те обстоятельства, с которыми я сталкиваюсь. И когда я вхожу в Его присутствие через славословие и хвалу, и потом я хочу подойти к Нему с исповеданием. Почему исповедание, оно важно? Потому что в то время, когда вы молитесь, враг продолжает шептать ваши уши. Он говорит вам, Он не слышит вас. Как ты думаешь, кто ты такой, что ты пытаешься войти в Его присутствие? Ты сделал это. Ты подумал это. Ты сказал это. И Он будет вам напоминать вашу несостоятельность приближаться к Богу. Он тебе может говорить, кто ты такой, что ты прославляешь Бога и хочешь войти в присутствие, при том, что ты так сделал. И есть путь, чтобы Его убрать. Потому что если мы по-настоящему согрешили, очень легко или просто справиться с этим. Не позволяйте врагу почувствовать вас так, что вы ужасный и не грешник, которого нельзя принять. Потому что дьявол, он не очень специфический в своем обвинении. Он просто говорит, что ты плохой. Он просто пытается передать или дать вам такую стыд и вину. Но что говорит Писание? Если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я не грешен по той причине, что просто, потому что дьявол говорит, что я грешник. Я грешник, если я сделал грех. И если я сделал грех, и я знаю об этом, и Дух Святой знает об этом. Но если я не знаю об этом, но Дух Святой знает об этом, я прихожу к Господу. Боже, что есть внутри меня, что нечистым? Или я задаю вопрос, есть ли Бог во мне такой грех, о котором я не исповелся, не знаю? И как вы думаете, какой ответ Духа Святого будет? Я не буду говорить тебе, если ты не знаешь. Тебе просто нужно догадаться, Сын. Ты сделал грех, поэтому сам должен с Ним справиться. Он не таким образом отвечает. Богу не приносит радость, когда мы в проблеме, и когда мы в вине и стыде. И Он не пытается и не хочет, чтобы мы жили с виной и со стыдом. Поэтому, если я согрешил, правильно, нам нужно избавиться от такой лжи, что мы постоянно грешники. Правильно? Слышали ли вы такую ложь? Что мы всегда в грехе. Кто из вас прямо сейчас грешит? А эти клишеи, это ложь дьявола, она такая, как бы, законическая? Она звучит духовно, но она не по Писанию. Что мы все грешники, и мы всегда грешим. Действительно? Это не то, что говорит Библия. Библия говорит, что я стал святым. Я изменился от грешника к святому. Он забрал все мои грехи. Я тот святой, который может грешить, но я не живу во грехе. Но если я согрешил грех, то мне нужно исправить его. И грех, он конкретный, специфический. Если я кричал или имел конфликт с твоей женой, Дух Святой скажет, сын, ты не обращайся к своей женой правильно. И я скажу, да, ты прав, я так не делал. Я исповедуюсь, и я прошу прощения. И тогда, когда она проснется, я попрошу ее прощения. У нее прощения. Справился ли я с ним? С грехом? Да. Если я с ним справился, он ушел, правильно? Он ушел. Я больше не под грехом. И это то, что делает Дух Святой. То, о чем я не должен беспокоиться. Если вы спрашиваете Духа Святого, Он вам скажет. Так узнайте, узнайте что? Что он не ставит свой... Он не ставит свой... указывает пальцем на все. И тогда вы чисты перед Богом. Поэтому скажите дьяволу замолчать. Потому что он лжец. А я прощен. И я начинаю цитировать эти стихи. Это место писать. Если я исповедую грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас всякая правда. Он искупит меня от всех... Отскупил от всех моих грехов. И я прихожу к Нему, и я принят. И все грехи, которые были мои красные, они будут обелены. Исайя 1, 18, I believe. Исайя 1, 18. Есть такое соглашение, что я могу быть полностью принят в Боге. Да. Поэтому в Ешуа есть такое дежурнение входить в присутствие, в освятилище Божье. И то, что мы приходим сейчас, то, что есть в молитве, как то, что я называю провозглашением. Я начинаю, иными словами, начинаю провозглашать то, что Бог сказал обо мне. Боже, Отец, я прихожу в Твое присутствие, потому что я омыт, потому что я очист, потому что я прощен, потому что я сотворен новым, я сделан святым. Я побоюсь, Господь, что я теперь дитя всемогущего Бога, что Ты мой Отец. Я провозглашаю, что Ешуа живет внутри меня. Я прихожу, что он в меня, than he that's in this world. Я прихожу, что он сильнее того, кто в мире. Я благословую, что я имею все в Тебе для познания Тебя. И так далее, я собираюсь, в течение времени я имею такой список провозглашений, кем я являюсь в Боге. И я начал провозглашать эти стихи в моей молитве. Благодарю Тебя, Господь. Ты сделал это для меня. Вот, кем я являюсь в Тебе. Вот, что Ты сказал, что я имею. И вот, что Ты сказал, что я могу сделать. И после того, как я справился со всеми обвинениями врага, я избавляюсь от них. И я понимаю, что я ценен в Господе. И я могу прийти перед Господом и спросить все, что сообразно Его воли. И Он слышит меня. Это то, что говорит Писание. Поэтому я перехожу с уверенностью, с дизгновением. В Евреем, в 4 главе, Он говорит, что мы можем прийти с уверенностью. Верс. Верс, это, вроде, 14. И Евреем, 4, 16. Посему да приступаем с дизгновением к престолу благодати. С дизгновением. С дизгновением, как у нас написано. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Я хочу Вас вдохновить вот здесь. Как мне это сделать? Я хочу вас вдохновить вот здесь. Я хочу вдохновить вас, чтобы вы были тем человеком, который стоит в молитвенное время перед Богом. Наполненный, исполненный верой. Потому что мы не можем принять ничего от Господа без веры. Потому что, если наша молитва без веры, мы получим очень мало. Мы пропустим то, упустим то, что Бог пытается высвободить, открыть нам. Мы должны иметь веру тогда, когда мы приближаемся к Господу. Это то, что Бог ищет. Он говорит, что праведник веру и жив будет. Мы живем верою. Мы достигаем престол Божий по вере. Мы стоим в Его присутствии по вере. Мы просим в том, что мы нуждаемся по вере. И поэтому, когда мы приходим к Господу, это не такое, не надежда, не маленькие ходатайства, к примеру, или прошения. Мы не приходим и не говорим Богу, «О Боже, я знаю, что я не очень хороший человек. Я не хочу тебя отягощать вообще-то. Но не мог бы ли ты мне помочь?» Но Бог не отвечает на это. Потому что нет веры в такой молитве. Долгое время мы молимся за то, что уже Бог уже сделал. Иными словами, вы уже омыты, вы уже приняты. У вас уже есть доступ к престолу Божьему. Молитва — это не попрошайничество. молитва — это не жалование и не умоление такое. Молитва — это такое мужественное или сильное приход в присутствие Божие. и просьба сделать то, что Бог уже обещал сделать, исполнить. Иными словами, молитва — это такое соглашение с Богом. И это то, что ищет Бог. Иными словами, Бог ищет того, кто может с ним согласиться, чтобы Бог сделал в его жизни что-то. Через благодарение, через хвалу, и через поведание прощения, когда мы справляемся с ложью врага, провозглашая тем, кем вы являетесь в его присутствии, когда вы приближаетесь к нему. тогда я преподношу свои вопросы или нужды Богу. Филиппийцам 4,6 Не заботись ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание перед Богом. Мы не заботимся для того, чтобы мы не входим в присутствие с заботами. Мы оставляем наши заботы в стороне, наше беспокойство, и мы приходим мужественно в присутствие, и мы открываем свои желания. Какие же наши желания? Это ваши нужды. В то, в чем вы нуждаетесь. В то, где вы ищите, спрашиваете Господа. Мои проживания очень часто касаются мудрости, понимания, сила, укрепление. чтобы Бог высподил новое чувство понимания Его любви. Прошение. И следующее. Кто из вас нуждается в деньгах побольше? все. Все. Есть процесс, когда мы ищем деньги. Потому что в период моей молитвы, в течение 50 лет, я никогда не видел деньги, которые падают с небес, и в мои руки, которые были молитвы. Но молитвы приводили меня в места, где деньги циркулировали, потому что экономика небес — это циркулирование. И путь, когда мы получаем из этого движения, — это тогда, когда мы туда вкладываем. И Бог знает, что я нуждаюсь в деньгах. Но это не по той причине, что мне нужны деньги, и поэтому мне нужен Бог. И поэтому Бог дает мне мудрость. И потом Бог дает мне наставление, как использовать мои деньги. И потом Бог благословляет. И мы делаем наши прошения перед Богом. Это наши потребности. В чем мы и я нуждаюсь? Говорите с Богом об этом. И предоставляйте это Ему. И делайте это с верой. Всегда очень хорошо соединять ваше прошение с Писанием. Что же Писание говорит о ваших нужных? И делитесь тогда с этим с Господом. Боже, ты сказал это в Своем Слове. И это то, в чем я нуждаюсь. Боже, вот в Писании есть такая нужда, и вот так ты из нее исполнил. Поэтому вот моя нужда. Предоставляйте свои прошения перед Ним. Хорошо. Аминь. Время для следующего перерыва. Увидимся через 15 минут.